И ответил Господу Иов Я ничтожен, что отвечу тебе? На уста себе ладонь налагаю Я сказал один раз, не стану продолжать Дважды сказал, теперь умолкну Как обычно понимается это место? Ну, Господь Иову авторитетом задавил Он пришел к нему и сказал До этого длинная речь Бога, обращенную к нему А ты вообще кто такой, чтобы мне вопросы задавать? Иов говорит, да, извини, я никто Больше говорить не буду Но не очень это вписывается в контекст книги Почему? Потому что, во-первых, Иов еще один раз говорит В 42 главе Так ответил Господу Иов Я знаю все в твоей власти Нет для тебя невозможного, чтобы ты не замыслил Кто я такой, чтобы порочить твой замысел Ничего не знаю Ну, я сейчас на этом остановлюсь Ну и Самое главное, что в 42 главе Господь потом говорит друзьям Иова Я разгневан на вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов То есть Такое простое понимание Иов говорит Господи, ты сотворил ужасный совершенно мир Я не могу с этим смириться Ты просто Вот абсолютно не прав Бог говорит, да кто ты такой, чтобы меня спрашивать Иов говорит, все-все-все, уже молчу Вот не подходит тогда этот сюжет Потому что Во-первых, он не молчит А во-вторых Потом Иов получает похвалу от Бога Что он говорил о Боге более верно, чем его друзья Хотя его друзья говорили, ну, абсолютно все то, что мы обычно слушаем О Боге, да То есть О его величии, о непостижимости его судов И, казалось бы Если Иов принял их точку зрения, в конце концов То тогда Бог бы ему сказал Ну, вот видишь, друзья-то твои все правильно сказали А ты что мне тут плел А он говорит ровно противоположное Друзья неправы А Иов, ну, не то, что он сказал прав Но более прав, чем они И у нас между этими двумя речами Иова 40-я и 41-я главы Где появляются два страшных чудовища Богемот и Левиафан Они обычно переводятся Я не буду их прочитывать Это очень красиво Это очень интересно И упоминание вот этих двух чудовищ Почему-то заставляет Иова перейти немножко на другой язык Давайте посмотрим, как он отвечает во второй раз Я уже прочитал начало А потом вот идет текст Который немножко по-разному переводится В разных переводах Синодальный выслушай Взывал я Но взывал я набрано курсивом Как вставка Я буду говорить И что буду спрашивать у тебя Объясни мне Я слышал о тебе слухом ух И теперь же мои глаза видят тебя Потому я отрекаюсь И раскаиваю из прахи и пепли Так вот этих слов взывал я В оригинале нет Поэтому я перевожу так выслушай Что я скажу Я спрашиваю А ты мне ответь Ничего себе Он не только не замолкает Он говорит Вот теперь-то мы об этом и поговорим На самом деле Да Знаете, мне кажется Что под конец книги Иова Возникает такая очень Своеобразная ситуация Которую трудно описать словами Вот когда у нас Моисей общается с Богом На горе Хариф То как он поднимался на гору Мы читаем А как он общался Нет Он там 40 дней пребывал 40 дней ночей Но что происходило Как они говорили Ничего не сказано У меня возникает ощущение Что в книге Иова Некоторая параллель Что теперь-то и начинается Настоящий разговор Иова с Богом Просто он не вошел в книгу Потому что он слишком таинственный Потому что его трудно передать Человеческими словами Вот вся книга тогда получается Это подход к этому главному разговору Когда Иов очень искренне Очень раздраженно Очень обвиняюще Но очень искренне Говорит Богу все Что на нем думает И Бог, не отвечая напрямую Ни на одно его обвинение Говорит ему Смотри, как устроен этот мир Сначала он ему говорит Как в этом мире Все получают то, что им нужно Даже дикие животные Даже, может быть, те Кого ты совершенно не считаешь Образцом для подражания Какой-нибудь там дикий осел Страус Но у каждого из них Есть что-то свое Чем можно полюбоваться Иов говорит Все, все, все Я больше ничего не буду говорить А Господь продолжает Смотри, а вот бегемоты Левиафан Это вообще ужасные чудовища Но и в них есть своя красота И в них есть какой-то свой замысел После этого Иов говорит Да, я ни в чем не разбирался Вот теперь-то я тебя спрошу Получается, что единственное Что Господь ему сказал Вот если так подводить Краткий итог Это не Сейчас я тебе объясню По каждому пункту Да, вот угнетение бедных Это потому что То Несправедливость по отношению К вдовым и сиротам Потому что это А с тобой так нехорошо получилось Это вот еще Своя причина есть Мог бы, но не сказал Он описывает мир Как что-то очень сложно устроенное Как что-то такое С чем человек не может Ни физически справиться Ни умом даже это Охватить и объяснить И вот после этого Начинается настоящее объяснение Которое, может быть, состоит Не в словах Может быть, все дело в том Что Иов пытался Описать Бога словами У него это не получилось Потом он встретил Бога И то, что у него получилось Уже словами не опишешь В книгу это не вошло Но это Некоторый ответ Хотя еще не финал книги Но Финал тех вопросов Которые он задавал Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому